Ты чего, Алёш? Таблетки это прошлый век, по голове постучи и всё пройдёт. Короче говоря, я в параллельной вселенной. А ты хочешь оказаться в этом необычном мире? Ну хоть на денёк. Если да, то поставь лайк, посмотрим сколько нас. Это был понедельник, 2 марта. Ээээ, сколько там уже? 12 ночи, то-то я смотрю на улице, темно. Сынок, подъём, а то в школу опоздаешь. Встаю, встаю. Сегодня важный день, 2 физры. Никак опаздывать нельзя. Так, чего тут у нас на кухне? О, а тут ужные яйца, мои любимые. Спасибо, мам. Знаешь, как порадовать с утра? Конечно. Сегодня в школе важный день, физкультура. Тебе силы нужны, вдруг опять с физруком подерёшься. Сегодня после школы сразу домой к нам в гости приедет твой двоюродный брат. Он из армии возвращается. Да, мам. Может, поесть чего оттуда принесёт? Достала эта здоровая еда. Я оделся. Открыл дверь, вышел в подъезд. Стой, стой. Возьми с тобой попить. А то опять себе в школьной столовке весь желудок чаем испортишь. О, мам, отдай денег на карманные расходы. Сколько тебе? 100 баксов хватит? Да маловато будет. На, держи. И больше не проси в этом месяце. Офигеть, 100 рублей. Да на них всю школу купить можно. Вместе с учителями. Надо их спрятать понадёжнее. Ещё с тобой надо погулять и покормить. Выпросил питомца. А ухаживать за тобой я должна. Долго ты здесь будешь на такую тачку собирать? Скоро куплю. Друзья олигархи помогут. Ну а ты-то где? Свой танк оставил. Ничего не понимаю. Вроде в армии был всего один год. Весь мир перевернулся. Ну пока, Алёша. Да я только пришёл. Ну рассказывай, как в армии? Хорошо отдохнул? Ну, армия не курорт, конечно. А покушать у вас есть чё? Сухпоёк мог бы с собой захватить. У нас с сыном только правильное питание. А Денис скоро придёт? После школы. Ему ещё на две работы. Молодец, трудяга. Да конечно. Мог бы и на третий устроиться. Пусть пашет пока молодой. Что-то у меня голова разболелась от всего этого. Найдётся таблетки? Ты чего, Алёш? Таблетки это прошлый век. По голове постучи и всё пройдёт. Что-то не помогает. Ну посильнее постучи. Пипец, круто сегодня отучился. Двойка конечно не получил, зато с класснохой поругался и физрука уработал. Один-один у нас с ним сейчас. Реванш просит. Эх, такими темпами и из школы скоро выгонят. В армию пойду. Жалко конечно там всего год сейчас. Вот раньше на два ходили. Загорали, купались в море, вкусно кушали. Почти как в детдоме. Я дошёл до дома, поднялся по лестнице. Мам, я дома. О, сынок, зарплат принёс? Не, мам, я сегодня не ходил на работу. А брат приехал уже? Да, вон сидит. Си чипсы уже поел, давай его выгоним. Я зашёл на кухню. О, привет, братан. Ну как там в армии? Кайфово небось отдохнул? Ну как отдохнул? Да ничего не говори. И так всё понятно. Вон щёки наел. Хе-хе. Ох, Лёх, целый год тебя не видел. Ну ладно, иди отсюда, мне играть надо. В смысле? Да чего у вас здесь происходит? А ну пошёл отсюда, тебе говорят. Си чипсы наши поел? Думаешь, с курорта приехал, всё можно? А ты тоже хороша. Пускаешь здесь всех подряд. Лучше бы гомжа позвала. С ним и поговорить приятно. И олигархи, друзья. Неадекватные какие-то. Что стало с этим миром за год? Вернусь, наверное, в армию лучше. О, записка какая-то. Это параллельная вселенная, сынок. Короче говоря, заработал денег. Это было начало июля. Уже второй месяц лета. Первый я уже потратил не пойми на что. Часами напролёт играл в GTA. Иди-ка сюда. Куда побежал? Будешь знать, как со мной связываться. Играл в CSGO на любимой карте. Эх, что может быть лучше, чем сидеть с ВП на Дали и ждать терроров? Хорошо, что осталось ещё два месяца лета. Нужно их провести с наибольшей пользой. Я встал с лавки, пошёл по дорожке. Погода, наконец, наладилась. Было приятно гулять на улице. Даже не хотелось играть в игры. На встречу мне шёл знакомый человек. О, здрасте, дядя Денис. Привет, малой. Хорошо, что я вас встретил. Скажите, пожалуйста, вот если бы вы сейчас были не взрослым дядей, а школьником на каникулах, как бы вы провели оставшиеся два месяца? И желательно с пользой. Понятно. А у тебя есть мечта? Мечта? И правда. О чём я мечтаю? В первом классе мечтал о новом велосипеде. В третьем о компьютере. А сейчас? Не, дядя Денис, я, походу, без мечты и живу. Ну вот, придумывай какую-нибудь интересную мечту и постарайся, чтобы за два месяца она стала реальностью. Спасибо большое, дядя Денис. Очень помогли. Я пошёл в сторону дома. Блин, правильно сказал дядя. Нужно срочно придумать чего-то, чего я сильно хочу. Надо бы решить что. Слышь, малой, поди сюда, иди, иди. Да, дядя Бомж, вы чего тут? Прячьтесь за мусорным баком, хе-хе. Тихо ты, не ори. Ты посмотри, там нет двух здоровых мужиков, там за ним. Странная, конечно, просьба. Ну ладно. Я выглянул из-за бака. Никого нет вроде, дядя Степаныч. А что случилось? Пришли какие-то залётные из соседнего района. Хотели у меня дом отобрать. А чего тогда здесь прячьтесь, собакам? Да где я прячусь-то, ты бишь, я отдыхаю. О, дядя Бомж, скажите, а у вас есть мечта? Мечта, конечно, есть. Сейчас ты мне мелочи кидашь, а она исполнится. Не исполнится, дядя Степаныч. У меня нет денег совсем. Ну и тогда иди отсюда. Не к нам я тут с тобой трепаться. Дел у меня полно. Я попрощался с бомжом. Я вернулся домой. Ну что, гулянок, припёрся? А ну, можешь уроки делать? Приду проверю. Да какие уроки, дедушка? Сейчас июль месяц, каникулы. Ааа, совсем уже голова не работает. Замочили деда. Ну вас. О, Лерка, скажи, а у тебя есть мечта? Ну или цель там? Конечно есть. Я хочу заработать денег и переехать жить на море. На море? А здесь чем плохо? Вырастешь, поймёшь. Как сейчас помню. В 58-м был я на море. Днём загораешь, а вечером Зинка мажет сметаной. Или от Низинка была, или на речке. Да ну вас спутали, деда. То есть ты тоже заработать мечтал, дедушка? Конечно. Тогда все мечтали заработать. На жвачку там импортную, кока-колу, кроссовки фирменные, Найк там или Адидас. Вот. Я всё понял. Спасибо, дедушка. Спасибо, Лерка. Вы мне очень помогли. Я быстро обулся. Лайки, ну совсем некогда с тобой играть. Теперь у меня есть мечта. Я вышел из дома. Куда это он побежал так? Ты совсем уже спятил от своего компьютера. Ну теперь я точно знаю, что не хочу больше играть за компьютером. Ну по крайней мере так много. Я хочу заработать денег и купить себе крутую обувь. Какие-нибудь хилфигеры. Ох, классные ботинки. Давно присматривал их. Вообще, хочу стать миллионером. Ведь деньгами жить сильно проще. Можно себе купить любую вещь. Вкусно кушать каждый день. Ну или людям помогать. О, это машина дяди Дениса. Интересно, а он там? Я подошел ближе к машине. Обошел ее вокруг. Никого не было. Ничего, подожду. Мне очень нужно с ним поговорить. Я ждал минуту. Пять минут. Десять минут. Двадцать минут. О, дядь Толь, а вы что тут делаете в машине? Ой, ты что-то задремал в машине. А ее нужно помыть Денису. Что-то так влень. Дядь Толь, а давайте я помою. А вы мне денег заплатите. О, давай. Могу денег, а могу фокус. Блин, я так люблю фокусы. Может, ну их, эти деньги? Ну нет, то так никогда богатым не стану. Лучше деньгами, дядь Толь. Ладно, садись тогда. А я пока отгоню машину на самомойку. Ты ее помоешь, а я заодно посплю тогда. Мы сели в машину. Поехали на мойку. Вот, малой, держи триста рублей. Двести аппарат засунешь в терминал, это за мойку. Ну а сто рублей себе оставишь. А я пойду пока посплю. Так, сто рублей я уже почти заработал. Это хорошо. Осталось понять, как пользоваться этой штукой. Что-то не то. Так я машину не помою. А, он же мне денег дал на мойку. Значит, их нужно куда-то вставить. Наверное, в эту штуку. Она как раз на банкомат похожа. О, совсем другое дело. Я мыл машину одну минуту. Две минуты. Четыре минуты. Блин, а что вода идти перестала? Я же еще не домыл. Я подошел к банкомату. Ладно, вставлю еще сотку. Понятно, здесь таймер. За сто рублей вода идет четыре минуты. Нужно спешить. Все, вроде готово. Блестит, как новенькая. Никогда я ее такой чистой не видел. Дядя Толь, готово. Я все помыл. Я сел рядом. Мы поехали в сторону дома. Я попрощался взять Толей. Вышел из машины. Вот, сто рублей заработал. Деньги, конечно, небольшие, но начало есть. Так, где бы еще подзаработать? Есть у меня одна идейка. Дедушка, я тут себе очень хочу ботинки новые купить. Ботинки? Гришон какой? Ты денег-то заработай, да купи. Ну вот и я о том же. Может быть, у тебя есть для меня какая-то подработка? Подработка, говоришь? Ну, может и есть. Бери тряпку и протирай-ка всю пыль дома. С мебели. Я как раз хотел уборку затеять. Отлично. Новая работа. Я взял тряпку. Намочил. Стал протирать мебель в квартире. Никогда я еще так не радовался уборке. Я протер пыль в своей комнате. В коридоре. В зале. Лучше, лучше три. Вон там, видишь, пятна? Вон. Я туда чихнул вчера. В комнате Леры. Лер, ну ты чего такая свинья-то? У тебя комната самая грязная. Хи-хи-хи. Все, дедушка, пыль протер. Давай зарплату. Да погоди ты. Зарплату ему давай. Бери швабру и мой пол. И как следует мой, я все проверю. Я взял швабру, начал мыть пол. Вот круто. Больше работы, значит больше денег. Интересно, сколько мне даст дедушка? Я мыл пол в зале. Лучше, лучше, три. Швабру не жалей. Мыл пол в своей комнате. Ага. Вон кот, и то бы лучше тебя помыл. Дави на швабру лучше. Мыл пол в комнате Леры. Там тоже, внучок, надо будет два раза мыть. Дерка у нас та еще чистюля. Одного тоже маловат. А-а-а-а. Че? Наконец, вымыл пол в коридоре. Фух, пипец, я устал. Даже не думал, что убираться дома так тяжело. Хотя, я никогда за раз во всей квартире и не убирался. Я все, дедушка, пыль протер. Пол помыл. Чего там насчет денег? Хорошо, внучок. А теперь спрядуй-ка дедушке за кефиром. Вот. Блин, неужели дед меня обманет и не даст денег? Я полдня дома убирался. Ладно, скоро проверим. Я зашел в магазин. Купил кефирчик. Пошел домой. Вот твой кефир, дедушка. Дедушка? Дедушка? Блин, его нигде нет. И Лерки нет. Ну пипец. И где моя зарплата? Вот и верь теперь людям, если даже родные обманывают. О, записка какая-то. Ну че, нам с Леркой нужно срочно уйти. Денег тебе не оставляю. Так как родные должны помогать друг другу. Бесплатно. Что? Как бесплатно? Я же старался целый день почти. Весь дом вылезал. Кефирчик купил. Да ну в жопу эту мечту. Буду играть в CSGO и GTA, пока лето не закончится. Я сел за комнату. Ну это еще кто? Поиграть не дадут. Здравствуйте, вам посылка. Какая посылка? Я ничего не заказывал и оплачивать не буду. У меня денег нет. Все уже оплачено. Всего доброго. Я занес пакет в свою комнату. Хм, интересно, что там? О, неужели это то, что я думаю? Хилфигеры. Какие они красивые. Ну что, красавчики, как вы? Все норм? О, придумал. У меня есть крутой челлендж. Если под этим видео за сутки наберется 15 тысяч лайков, то в следующем ролике все герои будут с большим ананасом в руке. Это очень неудобно и прикольно. Все в ваших руках. Ну и не забудьте добавиться ко мне в друзья в ВК. Я все еще добавляю. Ну и на инсту подпишись. Ведь там каждый день новые ролики. Ссылка в описании. Пока. Внимание. В этом ролике спрятаны два банана. Если ты подпишешься на канал, поставишь лайк и в комментариях напишешь время, где спрятаны бананы, то станешь участником розыгрыша любого набора стикеров ВКонтакте. Победителя объявляю в каждом ролике. Ну а в прошлом видео в нам был на дороге и в машине. Победил Сав. Поздравляю тебя. Ты внимательный красавчик. А то опять себе в чо... А то опять себе в чо... А то опять себе в школьной столовке весь желудок чая. На, держи. Но только не прости больше в этом месяце. Ну пока, Алеша. Ну пока, Алеша. Нет, так хуже. Что не нравится-то? Ну пока, Алеша. Субтитры сделал DimaTorzok